Спонсор выпуска бренд спортивного питания Genetic Lab. Главный приоритет компании Genetic Lab – высокое качество выпускаемой продукции. Вроде решили поговорить с Александром Эскиным о соревнованиях, а в итоге разговор зашел о шопинге, животах и синтоле. Сейчас, конечно, тенденция, опять же, да, действительно использованию этого препарата. Скажем больше, в программе, которую мы хотели посвятить только Александру, появились новые герои – Далер Исматов и Александр Щукин. Он жрет, себя жрет, жрет, а там печенка, печеночные ферменты не выделяют, потому что она и так химхимоза загажена. Но давайте обо всем по порядку. На минувшем Арнольде Александр Эскин занял второе место в категории 85 килограммов. Результат отличный, но в обзоре этого турнира, который вы видели в 52-м выпуске «Железных новостей», мы смогли уделить Александру лишь несколько секунд. И поэтому «Железный рейтинг» прям стремится загладить свою вину. И мы пригласили Александра к нам в гости, и зададим ему пару камерных вопросов. Да? Я готов. Да, мы готовы признавать и исправлять свои ошибки. Хотя разговор об американском Арнольде почти сразу, как-то незаметно ушел в сторону от бодибилдинга. Ну, а Нью-Йорк, ты был в Нью-Йорке потом? Да, мы несколько дней провели в Нью-Йорке. Тоже колоссальный город, тоже ни с чем пока мне трудно сравнить. Ну, главный вопрос, который задается всем, кто был в Нью-Йорке, что купил? Ну, я знаю, что Кулаев привез себе и супруги рыжие Тимберленды. Было дело, да, тоже я помогал им искать, тоже себе что-то прикупил. Вот. Но такой задачи не было. Ладно, вернемся на сцену. Ты стал вторым. Почему? Все достаточно банально. Кварцемен, который занял первое место в моей категории, был пожестче, поглубже. Поэтому, собственно, и второе место. Я прекрасно это все видел, понимаю, и понимаю, что нужно сделать, чтобы сделать то же самое качество. Атлет, занявший первое место в категории Александра, это украинский бодибилдер, абсолютный чемпион Европы Олег Кривый. В Штатах он стал вторым в абсолютке, где уступил лишь Сергею Кулаеву. Но, как говорится, не Арнольдом единым. Продолжая весенний сезон, в начале апреля Александр принял участие в чемпионате Питера, который он уверенно выиграл. И даже заслужил хвалебные отзывы от Далера Исматова, что сделать очень непросто. На мой взгляд, это один из идеальных спортсменов. Я бы пожелал Александру сделать пиковое качество. И знаете, если честно, ну, по крайней мере, я так мыслю, я думаю, если бы этот спортсмен сделал максимально возможное качество, которое может, я думаю, он бы поборолся за абсолютку. Это, опять-таки, к разговору о маленьких спортсменах, потому что в этом спортсмене есть все. Он объемный, он классически сложенный, он эстетичный, и при этом у него взоровская харизма. То есть его произвольные программы, они интересные. Там есть все. Поэтому, я думаю, если бы была идеальная кондиция в плане качества, он бы мог побороться за абсолютку. Для бодибилдинга вообще не совсем свойственно, когда атлеты говорят друг другу комплименты. Особенно, когда они являются соперниками по соревновательной сцене. Стараюсь я все-таки, конечно, отслеживать соревнования, и в частности, свою категорию, потому что, естественно, для меня самая интересная и важная. Последняя в России, крайней, которая была у нас в Питере, проводилась. Конечно, мне очень понравился Далер Исматов. Конечно, он меня впечатлил. Теперь мы работаем вместе, и я теперь его вижу почти каждый день. В чем подвох? В чем его сила? Очень пропорциональный, качественный спортсмен, с хорошими, качественными, глубокими мышцами. Именно, да, то есть у него очень хорошая сепарация, дефиниция мышц и низ, так скажем, да, то есть это ноги очень хорошо проработаны. Давно такого не видел. Многим спортсменам, не только в моей категории, не только мне, но и более тяжелым категориям, будет с ним очень тяжело тягаться абсолютно. Ну, тебе вот интересно выйти с ним на одну сцену и послевноваться? Скажи, вот как спортсмена? Да, конечно. Конечно, это все интересно. Я понимаю, что он готовится к осени, если не ошибаюсь. Да. Ты готовишься к весне. Когда? Когда мы увидим это зарубок? Мы готовы послевновать? Важны звезды, да, садись настолько так, чтобы я готовился, он готовился, и чтобы мы были, может быть, даже не обязательно в одной категории, но чтобы мы встретились и обязательно его всолить. А у него есть шанс уйти выше, да? По моим взглядам на него сейчас он уже давно перешел в другую категорию. А поэтому ты так улыбаешься, да? Я понял. И вправду было бы очень интересно увидеть очное противостояние этих атлетов. Далер Исматов и Александр Эскин, оба на пике своей формы. Вот на ваш взгляд, кто бы вышел победителем из этой дуэли? Да, здесь есть над чем подумать. Ну а пока давайте вернемся к нашему герою, Александру Эскину, разговор с которым подошел к главным проблемам современного ББ. Что ты можешь назвать сейчас самой главной бедой российского бодибилдинга? А может быть, не российского? Финансирование. Я думаю, что недостаток финансовой поддержки, да, он как бы чувствуется везде. А если мы уйдем от денег и вернемся к самим атлетам, возьмем вот именно бодибилдинг, как бодибилдинг. Первое, о чем говорят, даже то, что перегнало животы, говорят о синтоле. То есть синтол заполонил просто сцену. Вот есть такое, либо это злопыхатели злопыхают. Сейчас, конечно, тенденция, опять же, да, действительно с использованием этого препарата. Причем в неумелых руках он очень коряво выглядит, да, на мышцах атлетов. И причем это настолько выглядит и неприятно, что хотелось бы, чтобы этого не было. Животы. Это проблема или не проблема? В последнее время, думаю, что да. То есть в последнее время спортсмены забыли, что на сцене его нужно все-таки втягивать немножко. Сейчас, к сожалению, чем больше спортсмен, тем больше у него живот. Это все можно... А ты чувствуешь себя красавчиком на айфоне? У меня, к сожалению, тоже есть живот. Тоже живот есть? Да. Ну, я его стараюсь, конечно, тоже удерживать, да. Вот я к чему и хотел это все сказать, да, что животы в той или иной степени есть у более-менее у каждого спортсмена, я имею в виду тяжелоатлета, да. Но умение его сдерживать именно на сцене... Вне сцены ты можешь его расслабить хоть как, да, и там на тебя, может быть, кто-то и смотрит, но не оценивает, да. А вот на сцене это все-таки ты себя показываешь, тебя оценивают, и здесь уж будь добрым, держи свой живот при себе, как говорится. Александр нас прямо расстроил, заявив, что животы – это проблема не только тяжеловесов. Тогда давайте попробуем понять, в чем причина этой проблемы. И дать ответ на этот непростой вопрос вызвался Александр Щукин. Про животы. Я тут недавно был у Никиты Янушанца, нашего общего товарища, да, и вот про животы на самом деле 90% случаев это не переизбытка этого экзогенного гормона роста или инсулина, да, это то, что пищеварительная система просто не справляется, ну, как он мне вот рассказал, да, но я с ним вполне солидарен, я тоже к этому пришел и видел, что, знаешь, когда человек, скажем, там, инсулин ставит тот же, да, ну, кушать-то больше хочется, и он жрет в себе, жрет, жрет, а там печенка, это печеночные ферменты не выделяют, потому что она и так хим-химозозагажена, поджелудочная не может справиться, все органы на износ, поэтому идет воспаление, все гниет, и там не переварится, и такой же вот. То есть это вовсе не проблема там от того же гормона роста инсулина, это кишкоблудие. Но из твоих слов, Александр, получается, что не будь инсулина, атлеты и жрали бы меньше. То есть все-таки во всем виновата фарма. Совершенно верно. Это гонка, как ты говоришь, это гонка вооружений, потому что, блин, люди хотят быть сверхмассивными. Побольше синтолов калю, побольше сажиров. Но хватит о грустном, давайте закончим наш выпуск на какой-нибудь позитивной ноте. Ведь ты же на них наносишь грим. Да. Вот не выходя из кабинки, находясь там, за кулисами, вот нанеся второй слой грима всем участникам, ты можешь расставить уже их по местам? Пошел к тебе, предположим, Водянов на России, да, вот выскакать. Ты думаешь, блин, а Водянов-то красавчик. Ну раз, Водянов ушел, Тронов. А Тронов похуже, похуже, нет? Конечно, такое бывает, я смотрю. В любом случае, на качество и подготовку спортсмена. Вот, но не всегда понятно, в какой он категории выступает, я, конечно, не спрашиваю, да, именно, да, в какой. А ты можешь, Александр, вот, за счет, предположим, если тебе парень не понравился, да, или за прошлый раз не заплатил, за счет грима, например, качество его ухудшить? Только честно. Ну пусть боятся, если что. Честно, могу, конечно, наверное, испортить, но он, наверное, это тоже заметит, что я испортил. Вот, поэтому здесь уже нет, не будет смысла так делать. Интересно, а во сколько Александру обошлись услуги заморских маляров? И остался ли он, как профессионал, доволен их работой? Единственный их плюс, который нам, к сожалению, наверное, в ближайшее время не достичь, это, опять же, большое количество именно вот этих вот помощников, которые там бегают, помогают с каждым спортсменом, да, там наносят масло и так далее, да. У нас, к сожалению, нет ни финансовых, ни других возможностей, чтобы такое дело осуществить. А сколько для тебя стоила услуга по гриму? Там стандартная такса, это 150 долларов за два дня. За два дня. То есть со всеми помощниками, то есть вот ты один раз заплатил и до конца сменования ты в шкаладе, да? Да. Ну что же, нам пора заканчивать этот выпуск, ведь впереди Александра Эскина ждет выступления на России. А это значит, что наш герой сейчас живет в спортивном режиме. Александр, мы тебя больше мучить не будем. Я понимаю, что у тебя режим, что тебе хочется гречки. Да, мы тебя отпускаем, говорим тебе большое спасибо. Желаем тебе удачи на предстоящих стартах и почаще перед них там гости. Спасибо. Будете звать, обязательно буду приходить. Обязательно будем. Тем более. Тем более рядышком. Рядышком. Редышком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова